Всем доброго времени! Сегодня мы с вами собрались порисовать нейрографику на праздник Суккот. Праздник Суккот это праздник, который следует за праздником Рошашина и Емки-Пур, который мы с вами уже прорисовывали в предыдущих видео. Вы можете найти на моем канале Лана Шалом. И вот сегодня мы с вами будем прорисовывать праздновать Суккот. И я вам расскажу, что такое Суккот. Первым делом берем карандаш и рисуем по прежней схеме. Я уже начала рисовать, но видео у меня не сработало, поэтому я вам еще раз расскажу. Вот тут прорисовываем верхний мир и внизу полукругом прорисовываем нижний мир. Мы сейчас рисуем два мира. Духовный мир и мир нижний, земной. Каббалистически эти миры называются мироцелот. Это мир эманации, желаний. И нижний мир – это мир оси я. Это мир, где все происходит на реальном уровне. А мы знаем, что существует еще у нас два средних мира. Это мир ментальный и мир эмоциональный. Но сегодня я вам хочу рассказать, что происходит у нас. Во время праздника Суккот рисуйте теперь фломастером. Что мы делаем фломастером? Верхний мир не прорисовываем до конца. Вот начало вот так идет и тут. В середине будет открыто. Это символизирует то, что во время праздника Суккот небеса открыты. Весь праздник, весь месяц Тешрей еврейский, первый месяц еврейского года. Открыты небеса. И Всевышний с нами рядом. Мы проводим время лично со Всевышним. Внизу, там где у нас полукруг нижний, земной, а потом идет эмоциональный, ментальный. Не рисуем сегодня круги. Что такое праздник Суккот? Праздник Суккот – это когда люди строят шалаши. Вот они шалаши. Шалаш состоит из, по правилам, должно быть минимум три стены. Раз, два, три, да? Вот тут стена, вот тут стена. И вот третья стена, да? А шаластрич строят где-то на улице, да, на земле. Или на асфальт, или на… Там где простая земля, где травка, да? А сверху вот обязательно три стены, да? Можно приложить этой три стены к существующей уже стене, скажем, дома. Люди в основном часто строят еще четвертую, но обязательно надо иметь, конечно, вход. Там определенно существуют размеры, можно посмотреть во всех важных. Как бы там хабады, все такое, если вас интересует. Я вам рисую сейчас структуру, да? Вот так выглядят шалаши, да? Или рисуется, строится, то есть, три стены и четвертая полустена, чтобы был вход. Или строятся три стены и прилагаются полностью к какому-то существующему уже зданию, к какой-то уже существующей стене. Ну, чтобы… Потому что все-таки на три стороны не будет держаться строение. И вот самое интересное, да, что сверху идут всякие интересные вот такие… Сверху не покрываются, нету крыши. Крыша состоит в суке из или листьев, или бамбуковые палочки тоже могут быть. Я вот рисую вот такую нейрографическую линию. Это то, что я вам предлагаю. Сейчас мы нарисуем в нашем рисунке, окей? Вот небеса, а вот тут у нас будет… Вот, давайте я вам нарисую. Раз, два, три. Я так вот попрактиковалась. Ну, давайте делаем так, чтобы было 3D, да? Чтобы было понятно. Можно, конечно, делать и не 3D. Я вот как-то люблю делать 3D. Мне вот как-то так вот, уж позвольте, интереснее, да? Вот так вот, вот так вот, да? У нас есть маленькая сука на балконе, и она прилегает, конечно, здесь на балконе только к существующей уже стене. Ну, в общем-то, существует, конечно, вот так, да? Что тут будет дверь, правильно? У людей бывает или открытие, или на самом деле ставить дверь, чтобы как бы никто не входил, да? Это очень интересно. Можно дверь здесь сделать. Ну, вы поняли, что я имею в виду, да? И вот интересно, да, что сверху идет. А сверху идет… Сверху не оставляется полностью открытым, закрывается чем-то, но так, по закону, сверху суки, человек должен быть в состоянии видеть звезды. То есть ставит или банкбуковые палочки, или какие-то веточки ставит, да? Да, смысл в том, что вы можете взять свой фломастер и прорисовать нейрографические линии. То, что я вам предлагаю сделать. Я думаю, что я хочу сделать толстым фломастером. Потом все это округлим, потому что мы сейчас с вами будем прорисовывать все ресурсы, которые нам сука предоставляет по замыслу Всевышнего. Все, что мы с вами будем проходить, да? Вот такие вот, да? Это очень интересно, что нейрографическая линия здесь подходит полностью, потому что нейрографическая линия как раз и оставляет то, что я вам сказала, прорезы между собой, которые позволяют, да, что делают? Позволяют видеть небо, позволяют видеть звезды, небо. И смысл праздника Суккот – это чувствовать присутствие Всевышнего. Потому что мы прошли праздники, мы с вами рисовали праздники Ирушишина. Да, это день, когда мы с вами ощущаем, что мы планируем свой год, свой будущий год, да, уже это. И планируем, ставим намерения, ставим себе цели, что мы будем, что мы планируем себе на следующий, будущий. В этом году это 5780 год, да? Это вот такая у нас рука, да? Я сейчас хочу вам рассказать немного, пока я округляю. Значит, что у нас происходит, да, Рушушана. Мы сейчас находимся в самом первом месяце Нового года. Новый еврейский год – это Тешрей. Тешрей начинается месяц, и месяц Тешрей, и на самом деле существуют разные мнения, да? Есть мудрецы, которые говорят, что еврейский год начинается в месяце Ниссан, это когда праздник в Пейсах. Потому что именно тогда был сформирован еврейский народ, да? Однако большинство мудрецов все-таки склонились и принято, общепринятое, то, что еврейский год начинается именно с месяца Тешрей. Это осенние дни, обычно выпадает или на октябрь, или на сентябрь. И на самом деле даже очень много есть других источников, которые говорят, что именно в это время, каббалистические источники говорят, что именно в это время в природе происходит обновление, да? Не просто обновление, а именно, как я вам рассказывала в видео на Рушушана, что именно в это время начинается новый цикл, Новый год. И начинается собираться, Всевышний начинает собирать энергию на Новый год, да? И поэтому у нас есть праздник в Рушушана, где мы собираем энергию на Новый год и начинаем понимать, что в этом Новом году у нас, знаете, весь праздник перед Тешеем, перед Рушушаной у нас был месяц Илона, если вы помните, мы рисовали. Это когда человек осмысляет все, что он добился и чего он сделал в предыдущем году, и пытается понять, а что же хочет он тогда в следующем году, да? И понимает, что в будущем году он и начинает ставить цели, хочет это, намерение такое, да? Ставить цели, ставить намерение, осмысливает на всех этапах жизни, чего человек хочет добиться в духовном смысле, в физическом, в эмоциональном, в ментальном, да? Какие знания хотят приобрести, на какой духовный уровень человек хочет подняться. То есть человек уже себе ставит план и поднимается, да? И вот так вот все идет. А что же происходит у нас дальше, да? А дальше вот что происходит, я вам хочу рассказать. Когда наступают праздники Тешей, самый первый день, это вот такой, говорят, грозный день, день Рушушана, он очень серьезный праздник, реально очень серьезный. На самом деле для того, что говорят даже в Тешей, Нельзя спать, знаешь, если во все праздники еврейские приветствуются поспать, отдохнуть, набираться сил, Тешей, Нельзя спать, не проспи свою удачу, свой день. Наоборот, молись, собирайся, празднуй с семьей и набирай себе энергию. Энергия такая в активности идет, да? И потом приходит и Рушушана, ты как бы молишься, набираешься, планируешь свой год. Потом приходят 10 дней. Что такое 10 дней между Рушушаной и Йом-Кипуром? Вот тут я все записала. Рушушана и Йом-Кипуром проходят 10 дней. Это 10 сферот, да? Это 10 сферот каббалистических, которых мы знаем, устроим весь мир. У меня есть отдельное видео, если вы хотите посмотреть, где рассказывать детально, что такое 10 сферот, каким образом, что там происходит с каждой сферот на каждом этапе. Вы можете посмотреть, чтобы понять, да? Очень-очень интересно. На самом деле, во время Йом-Кипура, вот эти 10 дней, когда человек проходит через свои 10 сферот, каждый день, вот это свое понятие, что человек себе загадал на Новый год, да, на Рушушушану, на начало года, какую энергетику он себе намерение поставил, человек себе уже ставит также во время 10 дней, через свои 10 сферот, проносит их и начинает прорабатывать, знаете, каждый день по одной сфере, чтобы, потому что, как мы знаем, да, что, вот даже в нейрографике, да, что мы постепенно работаем, нельзя вот как бы все сразу загадать, и все сразу случилось. Реальность занимает время, чтобы произошло то, что мы хотим, из духовного мира пришло в реальный физический мир, да, мы с вами уже несколько уроков рисуем наши четыре миров, и сегодня мы тоже вот начали, и у нас эти четыре мира будут иметь сейчас непосредственное отношение, я вам даже расскажу почему, потому что после Рушушаны идет праздник Йом-Кипур, да, Йом-Кипур – это день, когда вот все, что мы за 10 дней, да, то, что мы на Рушушану запланировали, а потом у нас есть 10 дней, чтобы, как бы, знаете, нам, как бы, возвращает наш реферат, да, наш диплом, наш план, мы делаем необходимые ревизии, то, что мы вот на Рушушану, когда мы посредством своей высокой вот это сбирание большой энергетики, мы поняли, что, о, хотелось бы еще что-то добавить, а это что-то видоизменить, то у нас есть еще 10 дней, мы проходим через Феррот и видоизменяем необходимые изменения, добавляем наш план. А потом у нас происходит, да, у нас происходит вот этот Йом-Кипур, вот этот праздник Йом-Кипур, когда мы поднимаемся на высокий духовный уровень, и у нас существует во время Йом-Кипура есть 5 ограничений, которые чайку нельзя делать, которые, как бы, предназначены для того, чтобы нас поднять на очень высокий уровень, да, один самый известный, это нельзя кушать и нельзя пить, вот мы прорисовали свою суку и прорисовали, это называется шхах, да, вот это не совсем крыша, но такое подобие крыши, которое в себя включает, на самом деле, открытие на поверхности, чтобы можно было видеть и ощущать присутствие Всевышнего, да, как говорится, чтобы можно было видеть звезды, да, звезды, это означает, что мы ощущаем присутствие Всевышнего, да, вот я сейчас смотрю, что я не все округлила, такое бывает часто, что ты как-то смотришь и думаешь, ой, я не заметила это или не заметила это, это прекрасно, да, что это показывает тебе, что озарение и осмысление приходит поэтапно, иногда это приходит сразу, иногда приходит поэтапно, и в любом, в обоих случаях это прекрасно, это все подарок Всевышнего, и вот это то, что мы хотим видеть, да, вот так вот интересно, да, у меня, кстати, кое-кто недавно спросил, был такой интересный вопрос, вот как человек религиозный, как ты рисуешь нейрографику, меня спросили, это ты считаешь совмещает твои понятия религии, меня спросила кое-кто, девушка одна, она даже не еврейка, то есть я ей ответила, конечно, это проявление, это как любая другая наука, там, как психология, социология, да, это все приходит от Всевышнего, и, конечно же, нейрографика тоже Всевышнему пришла к Павелу Михайловичу Пискареву, это, конечно, даже история нейрографики, как она пришла к нему во время полета над небесами Святой Земли, да, он летел из Москвы в Израиль, и это была прекрасная, конечно, тоже история, история, так что, да, нейрографику, я считаю, прекрасно сочетается с религией, и я с удовольствием это всегда делаю, так, а мы пойдем с вами дальше, смотрите, что происходит, да, вот это сука, вот это небеса, которые открыты, и тут я вам хочу очень интересно, да, во-первых, я хотела вас привлечь, ваше внимание к нашей символической нашей фигуре в сука, да, какая у нас фигура, фигура суки, вы помните, да, это квадрата, квадрат, вы помните, что такое, да, квадрат, и это признак стабильности в нейрографике, это символ стабильности, да, и суккот, когда мы празднуем, мы себе приносим стабильность, да, что такое суккот? Суккот, есть в Торе, говорит, суккот это зман симхотейну, время нашей радости, почему радости, да, потому что от Рашишаны до Емкипура мы прошли 10 дней, и это были 10 дней трепета, каждый день мы искали то, что мы в эти дни приближаемся и точно соглашаемся и как бы закрепляем все наши мысли, все наши цели, все наши намерения, которые мы ставим себе на этот будущий год, да, там на Емкипур это печать, да, говорят, что Емкипур это день печати, это день, когда запечатают то, что мы хотели делать, потом от Емкипура до суккот идет 4 дня, эти 4 дня, как мы уже сказали, это 4 мира, духовный, ментальный, эмоциональный и физический, на каббалистическом языке это мир оцелут, духовный, мир эманации, желания, ментальный мир это мир бриют, это мир, как бы такая мечта времени, да, а потом эмоциональный мир это мир яйцера, это планирование, и физический мир это мир осияет, когда реально мы реализуем все, что мы запланировали, да, Вот что такое суккот? Это когда после Ямкипура, когда мы, да, мы 10 дней между Рушаной и Ямкипуром готовились, 10 дней себя поднимали на все 10 сферот, но Ямкипур мы не кушаем, и там еще есть 4, у всей обществе там 5 запретов, которые нельзя делать Ямкипур, который помогает нам подняться над своим физическим миром и окунуться в духовное, дойти до духовного мира, да, потому что мы 10 сферот проходили вот это все, очищали свой эмоциональный, ментальный мир, А советую, если вы хотите понять полностью, советую вам посмотреть мое видео, которое называется Хоопонопоно по-еврейски, я там все детально объясняю, что происходит, вот эмоциональный и ментальный мир, это мир блоков, да, это мир, почему психология, это то, что решает, помогает нам понять, что у нас происходит в эмоциональном и ментальном мире, да, потому что в этих двух мирах больше всего блоков у нас составлено, которые влияют на наш физический мир, который в какой-то степени закрывает духовный свет из духовного мира физический Что происходит между Рошашаной и Емкипором, так как весь Элул до Рошашаны, праздник Элул у нас был, весь Элул мы сидели и понимали все, что у нас происходило за прошлый год, проносили итоги, мы уже начинали расчищать вот эти два этапа, эмоциональные и ментальные, расчищаем от блоков. В Рошашана мы посредством вот этого праздника мы себя поднимаем и пытаемся привлечь максимум энергетики в тебе, потому что это глава года, это глава, где все, я вам это объясняла на видео про Рошашану, потом 10 дней, 10 сферот мы через себя проходим, и эти дни мы очищаем вот эти блоки, чтобы физическое с духовным соединилось сразу, когда придет День Емкипора. День Емкипора мы соединились сразу, прошли через эмоциональные и духовные, которые к этому времени уже полностью очистились, и мы соединились со Всевышним, и есть на самом деле в Пирке Авод из речения про отцов, есть такое интересное дело, что говорится, что есть такое из речения, где говорит один мудрец, что надо сделать так, что твои желания стали желанием Всевышнего, и тогда желанием Всевышнего станет твоим дело желание. То есть нам надо соединиться, где мы будем на одном уровне, да, где мы со Всевышним соединяемся легко, и Всевышний соединяется с нами легко, но не в обход нашей эмоции и ментальности, а через них, да, вот так вот, да, мы соединяемся в физический и духовный мир спокойно, потому что эмоциональный и ментальный мир у нас полный и чистый от блоков, да, и это идет у нас техника, которая хопонопоно по-еврейски, на самом деле сейчас вот то видео, я записала видео, где-то в августе делала, можете посмотреть, на самом деле сейчас есть видео, сейчас, то есть я свою эту технику даже еще больше обновила и довела до другого совершенства, а если вы им заинтересованы, вы можете мне дать знать, я могу с вами провести консультацию и вам рассказать, потому что это уникальная система, как можно провести и прочистить все свои блоки на всех уровнях, это просто феноменально, что происходит, и вот я вам предлагаю это вот так сделать, очень интересно, да, что а, что мы говорили, что вот прочищаются блоки, например, физическим и духовным, и все проходят через все четыре мира спокойно, как и должно быть, да, как это было оригинально у Адама, да, а что происходит потом после емки Пура? После емки Пура идут четыре дня, а потом после четырех дней идет суккот, что такое четыре дня? мы уже с вами говорили, это наши четыре мира, мы с духовного уровня емки Пура постепенно проходим через ментальный, потом эмоциональный, а потом проходим через, сейчас у нас вот прямо перейдем к Кипуру, у нас идет, мы в физическом мире начинаемся закрепляться, и мы что приносим с собой? что самое первое? это знаманх, симхатейны, симха это радость, что такое симха? симха это радость на иврите, и вот вам интересно, да, симха, если взять три буквы переставить эти буквы, да, как в иврите это принято, можно взять буквы и играть игру скрэмбл, найти игра, где там буквы переставлять, получается новое слово, которое очень имеет большое значение к оригинальному смыслу первого слова, да, второе слово получается ма ши яхт, тут мы замечаем, что тут буква хэй, а тут буква юд, эти две буквы составляют имя Всевышнего, то есть Всевышний для слова симха нам говорит, вот возьми букву хэй, кстати хэй это женская буква, это буква, которая как бы такая творящая буква, да, это творение именно женского стиля, да, это принести ребенка, да, это хэй, а ма ши ях, Всевышний, да, возьмет эти три буквы, те же буквы мэм, шин и хэд, и добавить свои буквы юд, юд это мужская энергетика, да, такая агрессивная энергия, да, мы ждем, а шех придет, ворвется в этот мир, и мир изменит этот мир, как бы вот такой с агрессивной мужской такой энергией, которая изменится очень сильно, да, и таким прорывом таким будем, да, и соберет еврейский народ, и все народы вообще, хочу сказать, что все человечество преобразится при приходе Мессия, и построится третий храм, который как бы будет признаком присутствия Всевышнего во всем мире, это вот в этом весь смысл, да, и вот симха это ма ши ях, это еще один способ, как мы дойдем до ма ши ях, это симха, что такое симха, это радость, что такое радость, мы прошли Рошу Шану, потом 10 дней трепета, потом емкий пор, 4 дня, 4 мира прошли, и мы сошлись с духовного мира, мы пришли в этот мир, начинаем проживать свой год, что нам говорит Всевышний, способ, какой главный способ, да, какой такой лайфхак, нам дает Всевышний лайфхак, да, такой, какой лайфхак дает нам Всевышний, радость, ты хочешь начать свой год начинаешь с радости что такое радость радость это что-то особенное радость это не зависит ни от чего радость не зависит от того какой у тебя телефон последний iphone радость не зависит от того что ты получил эту любимую конфетку радость не зависит от того получил ли ты постижение по карьере радость не зависит от того какая у тебя цель достигнута ли твоя цель на сегодня на месяц или на год радость она предшествует всем этим я изменяла всем этим целям которые которые мы себе ставим до всевышний нам говорит вы хотите добиться своих целей хотите чтобы ваши намерения притворились радость лайфхак это радость приставь радость приведи радость своей жизни и все у тебя будет без мх да симха можно добиться всего радуйся и ты всего добьешься в этом мире это то что нам говорить и вышний это то, что мы будем делать. Это то, что мы делаем. Что мы делаем? И это то, что я вам хочу рассказать, что когда мы делаем оригинальную систему хоопонопоно, это говорит 4 фразы особенные. Опять-таки я вас посылаю в моё видео, которое я объясняю детально, что такое хоопонопоно. Это говорит 4 фразы, но на этом жизнь не останавливается. Я пошла дальше и добавила. Есть ещё фразы, которые, как Юмки-Пур, прощают. Вот это я вам хочу рассказать. 4 фразы это «Я люблю тебя, благодарю тебя, я люблю тебя, я сожалею, прости меня». Это фраза, о которой мы говорим во время Иллула. Готовимся к Роша-Шане. Приходит начать от Нового года. Мы говорим Всевышний «Благодарю тебя, люблю тебя, я сожалею о чём-то, что случилось, прости меня». Набираем себе энергию. Приходит Юмки-Пур. 10 дней прорабатываем с этой энергией. Приходим через 10 сверот. Приходит Юмки-Пур. Что говорит Юмки-Пур? Всевышний говорит «Ставлю печать». И мы говорим себе «Всевышний прощает мою сущность». Опять-таки, все объяснения, почему мы говорим эти фразы, всё в том видео. А что происходит потом? Потом есть ещё одна фраза, которая «Это моя техника». Я вам советую её попробовать самим. Если вам нужна помощь, пожалуйста, обращайтесь ко мне. Я вам с удовольствием помогу. Прекрасная техника. Уже стольким людям помогло. Я буду делать отдельное видео, где я буду рассказывать, какие у моих студентов произошли чудесные просто трансформации после того, как они начали пользоваться вот этой техникой, которая на самом деле есть известное еврейское учение, называется «Томир Девора». И вот там известный такой раввин, раб Моша Кордавер, да, рамак, он рассказывает рассказывает вот что-то похожее, что когда ты начинаешь впускать в себя Всевышнего и начинаешь благодарить Всевышнего, объясняться в любви Всевышнему, потом сожалеть, если ты что-то не то сделал и просить прощения, Всевышний начинает приходить в твою жизнь, потому что идёт уже обоюдное согласие. А потом, как во время Йомки Пура, если ты скажешь «Всевышний прощает мою сущность», ты понимаешь, что тебя отпускает. Нету вот этого, знаете, чувства, как это, еврейский гил, еврейская вина отпускает, пора отпускать. Что происходит прекрасного, что вот этот процесс хопанапона, что она работает на уровне теку, на уровне кармы, на то, что прорабатывается всё, ты очищаешь полностью всё от предыдущих своих предков. Всё работает на кармическом уровне. И потом приходит Йомки Пур, и Всевышний ставит печать и говорит «Я прощаю тебя». А потом приходит сукот, потому что мы говорим, «Всевышний любит мою сущность». Когда Всевышний нас любит, у нас радость. Потому что, когда мы ощущаем чью-то любовь, нам идёт радость. И в этом весь смысл. Радость – это смысл жизни человека. Я хочу вам сказать, радость должна быть у человека сразу. Утром просыпаемся, должна быть радость. Я радуюсь, что Всевышний дал мне ещё один день. Радуюсь, что жизнь подарил мне. Благодарю тебя. Мы говорим утренную молитву, «Модеани Лефанеха». Благодарим тебя, Всевышний, что ты мне даришь. Потом «Спасибо Всевышний, что ты подарил свет», что мы начали день, что у нас столько всего прекрасного, что детей надо будить и отправлять в школу, что надо готовиться к празднику. Всё с радостью. Радость предшествует всему. Радость – это не цель. Это не так, что вот я сейчас приготовлю, иду приготовлю к празднику, и у меня будет радость. Наоборот, радость у меня уже есть, идём мы готовиться к празднику. Радость у меня уже есть, и идём рисовать картины, идти с детьми в зоопарк, покупать одежду, готовить еду, навещать больных. Любой митцва, сначала идёт радость. Наполняем себя радостью, это то, что говорит Всевышний. Лайфхак. Начинаем год с радости. Суккот – это 7 дней радости. 7 дней. Все сразу поняли, о чём идёт речь. 7 дней. Мы будем об этом употреблять. Сейчас мы как раз будем это рисовать. 7 дней – это 7 сферот. Хорошо? 7 дней – это 7 сферот. Почему сферот? Я вам сейчас расскажу. Потому что есть такое понятие, что все 7 дней Всевышний посылает к нам гостей. Что это за гости? 7 дней. Мы помним, это 7 сферот. Помните все системы сферот, которые у нас есть? Она идёт вот так. Давайте я вам… Мы даже тут уже сразу будем рисовать. Я вам сейчас покажу. Хорошо? 7 дней – это 7 сферот. Вот так, да? Это не самые верхние, которые сферот. Хохма, Бина, Дат мы оставляем. Кетер мы оставляем. Это самые верхние. Они вот тут идут, это сферот. Мы рисуем сейчас 7 физических сферот. Есть 10 сферот все вместе. Из них 7 физических, да? Это Хэсет. Хэсет придумал Авраам. Авраам. А потом Гвура придумал Йицхак. Хэсет Гвура Тиферет. Тиферет придумал… Извиняйся, я говорю слово «придумал», я неправильно сказала. Ввёл, не придумал. Точнее говоря, принёс это качество Всевышнего в этот мир. Это Яков. Это Тиферет. Мы не пишем название сферот. Я вам говорю, на самом деле мы пишем название людей. Это очень важно. Объясню. Объясню сейчас, почему. Я Авраам, Йицак, Яков. Потом идут по сферот. Нэцах – это Моисей, да? Моисей, да? Моисей. Моисей – это Нэцах. Арон – это Ооо, да? Это величие. Арон. Нэцах – это победа. Арон – это величие, благородство, да? Это Арон. И вот тут у нас идёт Йосеф Хацаддик, Всевышний. Мы знаем Йосефа, который помог, вы помните, всю историю с Египтом. Это сфера Йосот, это Йосеф. И последняя сфера – это идёт Мальхот, это Давид. Давид, царь Давид, известный царь Давид, который помог в постановлению царства Иудейского царства, Израильского царства, да? Вот, вот эти наши сферот. Хорошо? Вот эти все семь человек – Авраам, Йицак, Яков, Моша, Арон, Йосеф, Давид. Многие ставят Йосефа вот сюда. Перед Мошей. Почему? Потому что всё-таки Йосеф был сын Якова. Ну, я оставляю так, потому что Якова сын, вот он прямо под Яковом идёт, окей? И вот эта вся система называется Ушпизин. Ушпизин. Ой, я извиняюсь, я привыкну писать на английском. Окей, мы это всё пронеграфируем. Да, эта система, знаете, я это пронеграфирую. Мы сейчас с вами пронеграфируем. Этой системой я вам пишу на русском. Уш-пи-зин. Окей? Что такое Ушпизин? Ушпизин – это каббалистический такой термин. На иврите означает гости. Есть, кстати, известный фильм Ушпизин. Где-то лет 10 назад его сделали. Шикарный фильм. Всем советую посмотреть. Заинтересованного религии. Не заинтересованный фильм на самом деле прекрасный. А поднятие сознания о том, как человек может измениться. Человек может помочь себе измениться. Знаете, говорят, человек никогда не меняется, всегда остается такой же. Это не совсем правда. В моём окружении очень много чего изменяется. С тех пор, как я начала пользоваться вот этой техникой, которую я вам рассказала. Четыре фразы плюс ещё шесть волшебной фразы. Я называю это техника волшебной фразы. Вот так я добавлю нейролинию. Но мы всё равно сейчас с вами будем… Я вам расскажу, что мы делаем. Мы сейчас будем рисовать ресурсы. Ну, видите, я просто хочу вам показать, как интересно, с помощью нейрографики можно очень легко всё это пройти. Кстати, если вы первый раз слышите о нейрографике, или если вы не первый раз, но уже заинтересованы учиться, я вам предлагаю, вы можете спокойно прийти ко мне, учиться. Я сертифицированный инструктор нейрографики, имею диплом и диплом эстетического коуча, и диплом инструктора нейрографики. И если у вас какие-то вопросы, как рисовать нейрографику, получать сертификаты начальные всех алгоритмов, все алгоритмы я вам могу преподать, я вам могу научить, как нарисовать. На английском языке я преподаю, на русском языке. Я знаю ещё несколько языков. Могу попробовать преподать. Но вот эти мои два главных языка. Пожалуйста, обращайтесь, я вам с удовольствием помогу, научу, расскажу. Буду вам рада помочь, потому что нейрографика – это, конечно, волшебная техника. И об этом сейчас в наше время, об этом начинают понимать уже всё больше и больше людей. Так, смотрите, что мы делаем. И это наш эсферот. Вот я хочу толстые вот такие круги. Круги мы знаем, это символ чуда. Символ чуда в нейрографике. И мы знаем это так, потому что эсферот тоже нам даны в виде круга. Потому что круг – это вообще заветная, заветная фигура в иудаизме и во всех, во многих других тоже религиях и учениях. Интересно. Окей. Смотрите, что мы делаем. Мы берём вот эти все наши, наши вот эти семь шпизин, да, вот эти семь символов наших гостей, которые к нам придут. А что это означает, они к нам придут? Вот что происходит? Ну, происходит так, что каждую ночь, семь ночей, да, первую ночь Суккот, сегодня вечером придёт Авраам, да. Авраам – это символ Хеседа, да. Авраам даёт доброту, да. Вот это очень интересно. Кстати, хороший вопрос хочу вам дать. Почему мы ставим Суку? Откуда приходит вообще Сука? Что это? Почему? Откуда это символ? Да, почему придумали мудрецы? И придумали ли они? Или откуда это идёт? Что надо строить Суку, чтобы люди жили в Суке? Я вам даю этот вопрос, я вам отвечу в конце урока, хорошо? Это такое, как это, квиз вам. Такое, да. Вот, смотрите, да. Это каббалистические наши гости, каждый день приходят. Значит, что происходит? Каждый день приходят нам, оказывается, все семь гостей. Все семь гостей идут. Но что происходит? Каждую ночь кто-то лидер этих гостей. Сегодня ночью лидер будет Авраам. За ним пойдёт Ицхак, Яков, Моше, Арон, Йосеф, Давид. Завтра вечером придёт первым Ицхак, а за ним уже пойдут Яков, Моше, Арон, Йосеф, Давид и Авраам. Вы понимаете, круг совершается. Опять-таки всё идёт в системе круга. Вот это я хочу вам очень интересно рассказать, да. Конечно, мы вот сейчас прорисовали вот таким образом. На самом деле, есть ещё другой образ, как можно прорисовать про отцов, да. Про отцов можно, если вы хотите, попробовать нарисовать в виде круга. Да, это мы рисовали, кстати, во время праздника Пейсов, да. И рисовать про отцов вот так вот. Раз, два, три, или вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Понимаете? Авраам, Ицхак, Яков, Моше, или можно сказать Йосеф, Моше, Арон и Давид. И вот так все идут по кругу друг за другом, да. Первую ночь Авраам первый идёт, вторую ночь Ицхак идёт первый, и все за ним идут. Вот третья ночь Яков ведёт круг, и все за ним идут, и все идут кругом, да. Это, на самом деле, очень каббалистическая схема, как всё идёт в этом мире. Но в нашем мире, это следующий мир, кстати, наш мир на данный момент идёт вот так вот. Все пока идут по иерархии, да, и мы выстраиваемся в иерархию. Это вот такой вот мужской мир. Побольше на эту тему рассказываю в своём видео, которое называется «Промириам. Женская энергия в Кабале». Да, очень интересно. Советую вам послушать, если вам интересна эта тема. Значит, что происходит у нас здесь, да? На самом деле, почему эти семь гостей, да? Эти семь гостей, они символы. Они символы. Вот смотрите, что происходит теперь. Помните вот эти открытые небеса, которые у нас есть? Мы берём отсюда и пририсовываем ресурсы нейрографической линии. Притягиваемся, хорошо? Пририсовываем ресурсы, которые нам даёт Всевышний, да? Можно до конца даже довести вот так вот, да? В нашу сухую спускается чудо. Всевышний нам дарит ресурсы, да? Вот мы охватываем каждый, каждый из Ушпизин, каждый из, значит, баллистических гостей и приносим дальше, да? Эти нейролинии охватывают каждого из гостей и приносят дальше. Это очень важно заметить, да? Что мы вот так вот проделываем каждый раз. Проделываем это, вот. Что мы делаем сейчас, вы, наверное, знаете. Кстати, вот так вот мне захотелось ещё добавить сюда нейролинии, да? И вот так вот, да? Если кто-то из вас прорисовывал нейродрево, вы подумайте, что это очень похоже. Да, чем-то похоже на самом деле. Вот так вот, да, принесли себе. Что мы делаем дальше? Округляем. Пока мы будем округлять, я вам хочу даже рассказать, да, что происходит. Откуда у нас идёт такая вот интересная, такая вот, такие... Что означает для нас эти семь гостей? Семь гостей каббалистически, это что они все были когда-то странниками у кого-то в чужой земле, да? Начнём с Авраама. Авраам жил в своей земле, и что ему казал Всевышний? Лех-Леха, вставай, собирайся и иди, иди из своей страны. Что сказал Всевышний? Иди вперёд, да? Всевышний сказал, вставай, собирай свои вещи и иди. Всевышний даже не дал цель в начале Авраама. Но Авраам пошёл сразу, потому что Авраам, мы знаем, был совсем другой. Авраам, он принёс идею монотеизма, но намного больше, чем просто принёс идею монотеизма. На самом деле были и другие люди, которые имели идею монотеизма. Авраам делал больше, чем принести идею монотеизма. Авраам принес идею того, что монотеизм, духовное изречение, это не только для каких-то избранных, это не только там, скажем, знаете, для жрецов или для священников. Духовная информация открыта для всех. И это очень важно понять, что Авраам сказал, что духовность дана всем и всем доступна. И вот это очень важно понять, да? То, что в наше время очень много людей заинтересовали сильный поток интереса духовностью. Именно духовностью, именно духовной наукой, да? На всякий, со всех разных областей, да? В юдаизме, например, это больше проявляется тем, что люди заинтересовались именно каббалой, потому что каббала – это всё-таки эзотерика. Это именно объясняет многое чего, совсем по-другому, чем было принято все эти годы, да? Было принято, на самом деле, всё объяснять с точки зрения, что, ну, раз нам сказали, то мы делаем, да? Это как бы такой старинный подход к учёбе, к получению информации, ко всему. И очень не всем сейчас, сейчас в наше время, когда много чего меняется, знаете, я сама педагог по специальности, хочу вам сказать, что в области образования много чего меняется. То, как, например, нас учили в детстве в школе, совсем не кодируется, совсем не идёт то, как учат детей сейчас. И это тоже правильно, потому что люди меняются, а дети, это знают все уже, уже все с этим согласны, уже никто не может избежать эту правду, эту истину, что дети в наше время, они другие. А даже люди, которые, как бы, такие самые большие консервативы, которых я знаю, которые всё время отведили, дети не другие, это родители просто по-другому решили придумать, мне сказали, просто хотят детям не давать ответственности больше. Даже они уже начали признавать, что дети другие. Они сами признают и говорят, да, дети на самом деле другие. Они понимают это, потому что у них дети вырастают, и они видят, что это совсем другое поколение. Это вопрос не в строгости, вопрос не в том, что они не хотят слушать. У них просто совсем другое видение. Я бы даже сказала по-другому. У них совсем другая цель. Цель творения, цель жизни у них совсем другая, не то, что была у нас. И почему я это говорю? Потому что Авраам был первый, кто это понял и начал проповедовать, что духовная жизнь – это не для избранных. Это не как было с Ноем, да, которого избрали, и он выжил единственным. Авраам сказал, все могут стать духовными. Это то, что он начал говорить, это то, почему люди начали к нему примыкать. Потому что люди как бы думали, что все идет от избранности, да, что люди, мы говорим сейчас, когда проходит уже сколько лет, уже со времен Авраама прошло где-то, где-то 3000 с чем-то, да, где-то между 3500 и 4000, я бы сказала. И все возвращается на круги свои, потому что сейчас то же самое, да. Люди сейчас под потопом пошли в духовные учения, всякого вида, из всяких источников, люди ищут себе духовные учения, да. И у каждого свой путь. Каждый находит то, что ему заведовано, то, какой у него путь, да, в этом мире, как Всевышний ему заведовал, да. Все находят, я знаю, много людей, которые как бы приходят к юдаизму, но начинают все даже с эзотерики, даже занимаются буддизмом, но потом приходит к юдаизму, и бывает наоборот, все по-разному. И все, Всевышний всем заведует, это то, чему мы верим, то, что мы знаем. Все равно всем заведует в этом мире Всевышний, и мы лишь выполняем, вот как мы сказали, так, чтобы наше желание стало желанием Всевышнего, и тогда мы научимся делать так, что его желание станет нашим желанием. Это заветная такая наша, как бы, цель, да. Соединиться, что это означает желание? Это наша миссия, да, в жизни. Это наша миссия в жизни, это очень важно понять, что мы хотим делать, кем мы хотим быть, какие у нас цели. Ведь этот год, это всего лишь один из многих годов, да. Мы будем жить до 120, а то и больше в наше время, да. Вот такие интересные, да, идут мысли. Я вам хочу сказать, что все праотцы были странниками. Авраам был странником, мы помним, он ходил и к Филистинам, и в Египет он спускался там, у фараона, брал Сару к себе. И это очень интересно, потому что он был странником, но в конце концов Всевышний ему обещает, что ты и твои потомки будут заведовать землей этой. Смотреть на других праотцов, да, на наших других гостей, они все были... А Ицак тоже спускался к Филистянинам, да, и они... Тоже была похожая история, где Ривка должна была притвориться его сестрой, чтобы не убили Ицаком. А Яков, мы знаем, убежал от своего брата-близнеца Эйсова, избежал к Лавану, да, и там он, мы знаем, там он, вроде бы, Лаван был родной человек, родной дядей его, но он там сильно страдал, да. Это символ того, что часто родные люди, это все равно знак от Всевышнего, что нам надо чему-то учиться, принести что-то в свою жизнь, да. Главное научиться понимать, вот что вот в этой ситуации, которая нам пришла в мир, что Всевышний нам хочет этим сказать, как мы можем этому помочь. Потом... Что дальше? Моисей, мы знаем, убегал от фараона и прятался в пустыне. Арон, мы знаем, родился и был один из рабов, он был еврейский раб, который это было во времена, когда евреи были рабами в земле египетской. Йосеф, мы знаем, был продан рабство, да, у него был такой тикун, да, такая у него была кармическая ситуация, в которой он хоть и пострадал, но он блестяще решил, потому что мы знаем, что он добился больших успехов, он стал премьер-министром Египта, да, то есть он смог предотвратить это, смог превратить, предотвратить в жизнь то, что ему было заведано. И после Йосефа идет Давид. Давид был изгнанником, мы знаем, потому что он убегал от царя Шауля. Вообще он в своей семье тоже, если читать историю Давида, он вырос, он был в какой-то степени изгнанником в своей семье, да, его долго не признавали, братья его не признавали, он был младший брат, и там была целая история его рождения, где его как бы с самого начала не признавали, он был не признан, и это очень интересно, да, у него он прошел через призму отрицания. Но он выжил, и он стал от этого только крепче. Если читать историю царя Давида, как он прошел всю историю его, как он прожил с царем Шаулем, которому он помог, которому он был водоначальником, он был женат на его дочери, но как Шауль его преследовал, когда мы читаем это, мы понимаем, что, конечно, все намного глубже, чем мы часто думаем, что мы видим. Это очень важно учесть, да. Вот так вот, да, мы все округлили. Вот. Все семь праотцов были изгнанниками, это то, чем говорим мы, что хоть человек и изгнанник, но на самом деле изгнанником человек никогда не будет на земле, потому что Всевышний всегда рядом. Это то, что есть праздник Сукот. В праздник Сукот Всевышний говорит, «Ах, все хорошо, ты прожил прекрасно вот эти дни трепета, 14 дней, остальное уже весь год мы с тобой идем вместе, мы с тобой заключили договор, да. Ты со мной, а я с тобой, потому что Всевышний – это наш партнер, да. Душа человека спускается в этот мир, это аллегорически, кстати. Когда душа человека спускается в этот мир, да, сначала проходит какое-то время, а потом душа человека начинает привыкать, и потом Всевышний как бы говорит, вот, это прекрасно, потому что мы будем с тобой партнеры. Ты не просто пришла в этот мир. Всевышний постоянно приходит и напоминает о себе, о человеческой душе, что человеческая душа не одна, что Всевышний рядом все время, что мы партнеры, и это очень важно помнить, и праздник Сукот нам об этом говорит. Мы сидим в шалашах, и мы знаем, что мы не одни. Там Всевышний, кстати, шалаш – это святое место, да, это как синагога, это как святая, святыня любая другая, какое-либо, любое, знаете, место, святыня, где мы чувствуем присутствие Всевышнего, потому что в Суке Всевышний с нами всегда, и в этом весь смысл Суки, что там с нами все время Всевышний. Вот такие вот дела. Так, смотрите, что пойдем мы дальше делать, да. Что у нас идет дальше? Извиняйте. Значит, дальше, что мы с вами еще прорисуем в Суке, да. В Суке мы прорисуем то, если вы знаете, о чем я говорю, арбоминим. Что такое арбоминим? Это написано 4 вида. 4 вида чего, вы спросите, да. А я вам расскажу. 4 вида – это 4 растения. И опять-таки приходит цифра 4, да, 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 вы совершенно правы. 4 – это 4 мира. 4 вида растения. растения – это 4 мира, да, это 4 мира, в которые мы пытаемся видоизменить и привнести семху, вот эту радость, которую мы знаем, наша большая заповедь – это радовица на данный момент. Мы привносим эту семху по весь год, да. Смотрите, что происходит, да. 4 мира. Что за 4 растения у нас? Первый вид растения – это этрог называет. Что такое этрог? Он чем-то похож на лимон, окей? Вот такой он круглый, вот так вот идет, сверху идет вот такой бампик у него, да, такой у него, такой выпуклый. То есть, внизу обязательно у него выходит вот такое растение, как бы то, чем он корнем соединяется с деревом. Вот этот корень, очень важно знать, чтобы нельзя его выкидывать. Этот корень, если он только отломался, все, этот этрог считается некошерный, он уже не имеет никакого мистического значения в праздник сукот. Надо покупать новый, поэтому очень важно это заметить. Вот такой этрог у нас идет. Мы сейчас нарисуем с вами этрог. Этрог обычно берется, в левую руку. Поэтому этрог мы нарисуем сейчас с вами с левой стороны, хорошо? Вот такой этрог, да? Можно прорисовать вот такой круг. Идет наш этрог. Вот так он идет. Смотрите, вот такая выпуклость наверху. Потом он похожий на лимон, только намного крупнее, да? Чтобы лимон, чем лимон. Можете написать слово этрог или ситрон, и вам выйдет. И обязательно вот тут вот такой, вот видите, вот даже у нас соединился. Вот это вот такая выпуклость, это этрог. Хорошо? Этрог у нас идет один. Один этрог идет на весь праздник. Этрог – это символ, это символ духовного мира. Этрог, значит, я вам хочу рассказать, знаете, историю про Адама и Евы, Адама Хава, которые поели из древа познания добра и зла. Вот я вам хочу рассказать, вот это самое древо познания добра и зла, это и есть этрог. Да? Есть, говорят, это яблоко, есть, говорят, фига, разные есть мнения. На самом деле, в данный момент, в реальном мире, какое у нас идет, это древо познания добра и зла, это древо, которое, с чем был смысл, что там и дерево, знаете, вот у нас сейчас есть растение, где древе, ствол дерева несъедобный, только плоды съедобные, да? Вот этрог был, древо познания добра и зла, был смысл в том, что там и плод был, должен был быть съедобным, потому что надо было дождаться, чтобы он созрел, чего Хава и Адама не сделали, и ствол там был съедобный. И вот этрог растет на таком дереве, которому и внутренности, как бы, можно кушать, и снаружи, знаете, есть такие каббалистические, такие вот натубишват, у нас есть, кстати, тоже натубишват, у меня есть видео, где я объясняю, натубишват, есть четыре вида растения тоже, да, которые, одни из них, это те, где съедобные и кожура, и внутренность, да, например, это, например, это виноград, да, к примеру, вот этрог считается вот духовно, вот такой вот фрукт, такое вот растение такое, этрог у нас один, хорошо, вот что мы делаем, мы прорисовываем, идет ресурсы от Всевышнего, и он нам через этрог дает ресурс, да, вот так вот я прорисую, вот так вот нам дает этрог, да, этрог, это, если говорить на четыре мира, это самый высокий мир, это духовный мир, это где все идет на высшем уровне, все сделано, как бы, говоря нашим человеческим языком, идеально, да, и внутренний, и вкус идеальный, и запах от этрога идет просто великолепный, и он вкусный, и он, знаете, от него идет и запах, и вкус, он как бы такой идеальный, да, на самом деле мудрецы говорят, что этрог символизирует человека, который с радостью учит Тору, и потом с радостью вытворяет все, что он выучил в жизни, да, человек, который учит, и потом все употребляет на опыте, все употребляет в жизни, все вытворяет в жизнь, это этрог, да, это символ человека, который пытается все сделать, знаете, как говорить, как правильно, да, то, как задумал Всевышний этот мир, учить, учить Митцвод, учить Тору, и потом притворять, вытворять это все в жизнь, да, это этрог, этрог имеет такой прекрасный желтый цвет, и, конечно, знаете, после Суккот, многие люди делают из него варенье, и он, говорится, что если поесть этрог, или варенье из этрога, или какое-либо блюдо из этрога, можно там компот, можно делать варенье, я знаю, в основном делают, можно и компот, то получится, что человек может, любое желание исполниться, принято, кстати, давать женщине, которая не может забеременеть, давать варенье из этрога, говорится, что если женщина поесть это варенье из этрога, то ее заветное желание имеет ребенка сбудется, вот такое интересное сегула, сегула это как бы поверье, это как бы вот, да, вот как поверье, да, что вот если выполнить это, то может будиться, мы знаем, что все это, конечно же, намерение, все это вера во Всевышнего, что если ты поверишь, что ты получишь ребенка, Всевышний тебе его подарит, да, во время Рушушаны, мы читаем историю Ханы, Хана это женщина, которая была бесплодна, она не могла иметь ребенка, она очень страстно мечтала и все время просила Всевышнего, вот один год на Рушушану, она пришла, и она попросила Всевышнего, и она сказала, Всевышний, если подаришь ты мне ребенка, я посвящу его тебе, он станет служащим в храме, ее увидел другой служащий, другой первосвященник, и сказал, ты что пьяная, потому что она когда говорила, тогда это было не принято, она начала шептать, чисто такая женская, знаете, шептать, у мужчин это не принято, у мужчин принято открыто говорить, что есть, да, и есть свое первосвящение, ты что, пьяная, на что она сказала, я не пьяная, я просто, знаете, как на английском говорит, I am just, я как бы доведенная до отчаяния, я просто молю Всевышнего со всех своих сил, могу это делать только вот внутренней силой своей, и, вы знаете, я увидел вот этот первосвященник, он сказал, он пошел поговорил со Всевышним, он сказал, Всевышний сказал, у тебя будет ребенок в этом году, у нее на самом деле родился ребенок, это был известный ребенок, потому что он стал потом большим, большим первосвященником, пророком, и он был тот пророк, тот первосвященник, который помазал царя Давида на престол. Вот такая вот история, да, давайте пойдем дальше, это наш Этрог, да, вот сейчас тут напишу, Этрог, чтобы вы знали, о чем идет речь, да, а вот с этой стороны у нас идет три других вида растений, что это за три вида растений, три вида растений, идет у нас так, они идут вместе, но отдельно они означают что-то, одна из них, это в середине, это пальмовый ствол, вот так вот, да, что такое пальмовый ствол, это символ, давайте я сразу здесь буду рисовать, пальмовый ствол, это символ, это символ позвоночника, да, вот позвоночник, вот так, пальмовый ствол, это символ позвоночника, да, потом идут вот тут так, вот, да, смотрите, это наше пальмовое, пальмовое ствол, да, это позвоночник, это такая вот, сила наша, да, позвоночная, откуда позвоночник дает как бы action и как бы действие всему нашему организму да потом идет у нас вот идет такое соединение внизу покажу такой идет такая такая сумочка тут и вот тут отсюда отходят еще другие виды растения вам расскажу что это за виды растения это виде растения этот идет две веточки на веточка и это называется а работ да работ идут две веточки от с этой стороны идут три веточки раз два три что это за три веточки что за две веточки вообще расскажу они отличаются вот работ имеет листочки вот такие длинные похожие на губы вот так похожи на губы они длинные и узенькие хорошо так что вы поняли работают две веточки у нас так вот осторожно прорисую такие веточки да это работают они похожи на губы да а три веточки это называется хадасим хадасим похоже на глаза они более как бы короче но при этом более толще вот такие глаза знаете очень интересно сейчас я вам расскажу почему именно эти веточки да то что означает что означает эти три вида очень интересно что работы хадасим кстати хадаса это название было одной из героинь главной героини истории напурием это царевна эстер ее еврейского эстер это это персидское ее название было да потому что эстер от слова звезда кстати потом в эврите есть слово астара звезда стар еще означает астер скрытая что мы знаем что звезды часто от нас бывают скрытыми так что это все имеет все остальное всегда в иврите многие слова имеют многозначение да вот вам три веточки вот такие ходосот и работ да смотрите что происходит значит лула это пальмовая ветка пальмовый как бы ствол она съедобная но она не имеет никакого запаха вы поняли сейчас смотрите мы прорисуем вот сюда и с небес пускайте нам через наш через наш пальмовую веточку тогда всевышний нам дарит ресурс пальма имеет вкус но не имеет запаха это символ мудрецы говорят что это символ это символ человека который много занимается торой много учит получает очень много знания но этот человек не недостаточно при присутствует в физическом мире чтобы притворять свои учения в жизнь знаете такой этакий профессор да как мы знаем профессор чудак такой да мои дети любят слушать вот какой рассеянный с улицы бассейна вот такое это интересно да кстати к баллистический да по фигурам лулав это пальма пальма на иврите это тамар тамара это одна из персонажей мы знаем это жена и худы там была целая история жена и худы откуда у него появились его потомки и откуда у него потом рождается впоследствии в про 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 внук там далекий про 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 там много про 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 появляется царь давид так что царь давид это идеальный вид лулава да у него он был очень очень сильный он на самом деле у него было знаете очень сильная эманацию он очень сильно он это очень сильно он мог выдворить выдворить в жизнь да но он очень много искал себя он очень много стран своего да и это вот царь давида мы знаем что давид это вот он один из наших гостей еще мы знаем что это позвоночник до пальмовая веточка это позвоночник из позвоночника как я уже до этого сказала это оттуда откуда оригинально приходят все наши действия до в этом мире да всему телу как к телу доходит действие это через наш позвоночник дальше а работ это на левой стороне я не там нарисовала ну на левой стороне лулава можно сказать тогда а работ не имеет ни вкуса это то что похоже на губы не вкуса не не растение работ не имеет ни вкуса она не имеет вкуса она не имеет никакого запаха это символизирует простых людей которые знаете но они не очень заинтересованы чтобы что-то учить и как бы живут простой жизнью они не хотят там заниматься там сидеть и думать о том что умеется что нет они просто живут вот это символ таких людей потому что на самом деле мир разный да давайте возьмем вот отсюда вот с небес идет символический ресурс людей которые совсем заинтересованы на данном этапе в образовании или в том чтобы как-то привносить свои лепту в эту жизнь и как-то вот вовлечься в том чтобы помочь в этой жизни привлечь какую-то найти энергетику это вот такая вот символика это знаете как говорится это тоже хорошо это часть того что мы есть на это вот такие листочки похоже на губы губы мы знаем это очень важный орган да губы это то что мы через что мы едим губы это то что мы говорим что входит наш рот и что выходит из нашего рта это очень очень важно вот это очень очень важно замечать и проверять и следить как бы всевышний нам дал губы для чего задуматься что мы можем мы можем губами с вами говорит благословение благословять других людей говорит хорошие давать людям желания хорошие пробовать соединять люди заниматься ши духом дальше дух это когда соединяется пары до супружеские как бы это знакомит людей с целью жених да это вот это вот это как был тот ли чего дано нам губы бы нам не даны чтобы злословить чтобы о ком-то говорить сплетничать или не дай бог еще что-то делать губы нам даны чтобы делать только хорошие дела так вот мы соединили сейчас наши губы тоже с волей всевышнего ресурсы сверху вот эти все эти линии это воля всевышнего который мы говорим благодарю тебя всевышний что ты нам даришь даришь свою энергетику даришь свою радость можем соединиться с тобой из твоей воли да так вот да вот так вот интересно вот так вот и что у нас остается остается вот четвертый вид растений можно сказали трог да лулав вот он лулав здесь а работ вот последний у нас будет хадасим слова хадаса хадаса как я сказал уже это имя царите эстер и это вот такое растение которое похоже на глаза и не символизирует что же символизирует хадаса доса символизирует что-то что это мирт кстати на русском это имеет это растение мирт называется мирта да что она символизирует она символизирует а когда кто-то она имеет хороший запах она не съедобны она символизирует людей которые любят делать митцвот но они не учат они не не образованные люди они не занимаются туры они не занимаются тем что повышать свое образование или что-то учить но они заинтересованы в том чтобы притворять в эту жизнь что-то делать хорошие каким-то образом притворяет поле всевышнего в этом мире они не понимают почему им это не интересно они не хотят сидеть и заниматься и понимать что от чего почему но не говорят что да мы просто будем жить хоть и простое жизни но повышенной духовностью жить который будет показывать нашу духовность да это вот такой символ прекрасный да такой интересный да это похоже на глаза до глаза мы знаем надо быть очень осторожны что мы видим потому что то что видит наши глаза западает в нашу душу глаза это прямое путь нашу душу если хочешь посмотреть попасть чтобы что-то попало твою душу смотри глазами поэтому надо быть очень осторожны своими глазами что ты видишь что ты смотришь да почему вот даже недавно я занимался своими студентами я преподаю 6 старшеклассницам и мы там учили по психологии что проводили исследование что когда дети смотрят на эти всякие страшные фильмы или фильмы где много там боевики такие всякие они от этого становятся более вайлент до более агрессивны и это очень надо осторожно потому что они то есть это становится совершенно неподсознательно они не делают это сознательно это происходит неподсознательно потому что все что человек видит попадает прямо в душу душа видоизменяется душа дает себе другое назначение душа думать что таким образом так и надо на самом деле душа-то знает правильный путь что все в этом мире это путь всевышнего но душа думает что вот так вот называется а ой хадасим да си вот хадасим мир то да вот так вот вот все наши символы да символы суккот да давайте мы с вами их лучше что происходит во время нейрографики мы округляем время округления вы можете посмотреть мои другие видео где все это объясняю происходит интеграция интеграция это значит внедрение безопасное и приятное внедрение вот этих ресурсов а ведь мы рисуя вот эти все священные мистические растения которые мы употребляем во время суккот чтобы добавить нам энергетики на весь год мы через нейрографику добавляем эти ресурсы к себе в жизнь еще на одном уровне до уровне эманации на уровне как бы глаза как можно сказать то что вид глаза начинает душа появляться проявлять сразу получает наша душа этот символ сразу через глаза поэтому нейрографика вот очень очень мистическую очень серьезная такая практика да очень емкая умещающая себя вот давайте прорисуем с вами ресурсы от работ а то и хадасим то есть вот она от хадасим хочу нарисовать ресурсы наш нашу суккуда вот смотрите сколько у нас прекрасных символов появилась да и вот это очень интересно потому что если мы теперь что происходит человек во время суки суккот берет вот эти четыре растения ну и ватрок берет левую руку четыре остальные растения которые как бы соединены вот таким на набором специальным и соединены и делают один прибор до середине идет лула пальма по бокам идет с левой стороны идет ора вот это губы с правой стороны идут глаза это хадасим и что мы делаем есть такая митва что берется эти четыре вида и их трясут говорят специальную браху специальное благословение и начинает трясти вы знаете как начинает трясти трясти начинает во все направления вверх вниз право влево вперед и назад то есть к себе в эти все шесть направлений до 6 направлений как бы света на это очень важно понять что это все знаете что есть одна из самых главных еврейских молитв шима имеет 6 букв которые означают которые символизируют вот эти шесть направлений мира шима израэль шима лукейну хашема хан говорится слушай израиль израиль еврейский народ и любой дару человечества хашема лукейну всевышний наш бог шима хан всевышний один символ того что всевышний один как мы берем эти четыре растения берем свои руки начинаем трясти символизируем то что всевышний один всевышнего мы один и мы соединяемся с этим всевышним и становимся один со всевышним и мы таким образом сможем выдворять волю всевышнего в этот мир выполнять ту свою миссию ведь мы пришли в этот мир чтобы выполнять миссию которую мы себе выбрали и которой мы договорились всевышним что из-за этого мы и приходим для этого и приходит наша душа в этот мир это очень важно учесть и это очень важно понять то мы прорисовываем эти ресурсы мы приводим их сейчас и когда их шейк да есть такая песня шейк 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 ты лулов потряси луловым когда трясем мы знаем что происходит при тряске энергетика происходит правильно даже вот на чисто физическом уровне до энергетика приходит при тряске это очень прекрасно понять что энергетическом уровне у нас происходит будет происходить энергетика всевышний нам пошлет нужную энергию для того чтобы сбились наши желания да какие у вас желание что вы загадали на этот рисунок да у меня например желание мои загадания рисунок было что конечно же что все что я загадала на этот год это понятие своего моей новой техники которые волшебные фразы через волшебные фразы чтобы люди научились прорабатывать свой эмоциональный мир и свой ментальный мир и смогли избавиться от многих многих блоков это у меня вот новая техника надеюсь что у меня получится вдохновленная я вот методом павла пискарева вот нейрографика конечно же это как он смогут нейрографика в течение пяти лет вывести вообще на такой уровень где многие люди этим это используют практикует и получают большое наслаждение так я хотела бы принести свою технику и выработать такую технику которая могла бы помочь людям проработать все свои страхи все свои блоки вынести их на совсем другой уровень вот это конечно вот моя цель это очень интересно надеюсь и проработать вот так вот еще когда мы соединяем все вот эти пять раз четыре растения и трог лула в работы хадаси мы соединяем свои чувства и друг это наши чувства это эмоциональности это духовность а потому что эмоции сейчас самое большее бы сказать что симха да сукот у нас праздник это симха через трог больше всего можно почувствовать вот эту чай радость симха это радость радость это эмоциональная часть бытия да это эмоциональный мир да мы соединяем свои эмоции действие это лула да потому что через позвоночник происходит все действия в нашем теле соединяем свой свою речь это губы вот этот работ который похоже на губы листочки и соединяем свой взгляд это это глаза да листочка похоже на глаза мы соединяем свой взгляд на мир вот через эти все интересные вот проявления да вот сейчас я вам хочу рассказать почему мы строим сукку потому что когда евреи вишли гид египта и они прошли через красное море они жили в пустыне 40 лет странствовали по пустыне переходили из одной точки в другую все вместе у них было 42 точки где они останавливались и это символика того что существует 42 пути каждого человека в этом мире и интересно то что жили они именно вот в этих таких вот шалашах который называется сука и в честь этого вот мы и строим сукку 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 на сукку что еще и а какой символ вот этой крыши крыши это облако славы это облако всевышний это когда мы были в пустыне всевышний наш лично оберегал и следил за тем чтобы еврейский народ пустыне ничего не страдал кормил маном и и оберегал от всех животных от змеев да известно есть много историй о том как не змеи не могли проникнуть в стан еврейский хотя это пустыня и там полно змеев и скорпионов но всевышний лично охранял еврейский народ и оберегал это было просто великолепно да вот это очень интересно больше больше округлений именно на уровне крыши и и вот поэтому мы строим все тоже крыши на сукку и такую чтобы через нее можно было видеть небо и звезды потому что это всевышний чувствовать присутствие всевышнего и на самом деле есть такая традиция даже какой степень даже закон да но в галуте вне страны израиля это не очень практикуется что люди должны все делать в суке и пить и есть и спать все делается в суке что полностью символизирует то время как еврейский народ жил в пустыне и все и всевышний полностью ему помогал и все делалось тогда на самом деле в галуте вне страны израиля многие люди не спят потому что погода не позволяет но самой стране израиля очень много и люди спят именно суки да и есть такое что когда придет машинах до миссии то люди будут евреи все соберутся в одно суку да это как бы храм храм будет построен и тут неинтересно я вам я начну уже закрашивать я вам хочу рассказать что-то интересное 7 не идет праздник суккот а потом приходят восьмой день что такое восьмой день на восьмой день приходит особый праздник это кульминация святой симхи который мы имеем во времена праздника суккот и это приходит праздник который называется симха тора симха тора это радость торы вы поняли это я начинаю закрашивать вы делаете свою и трудно самом деле бывает по цвету я вам хочу показать такое зеленовато желтый в основном желтый но иногда бывает там с оттенком зеленовато немножко зеленовато да и сим и и очень интересно заметить символика числа 8 до что такое 8 7 это 7 дней творения это природа всевышний создал 7 дней до мир по 7 дней до 6 дней созидал и седьмой день до день творения шабата день отдыха да и мы знаем что 7 дней это очень встречает это довольно таки часто в природе да это 7 не творения 7 цветов радуги 7 нот музыки да потом 7 существует понять что 8 планет на самом деле многие говорят и 7 планет что еще у нас 7 чудо света до 7 очень такая большая символическая цифра до потом что происходит дальше а дальше происходит то что происходит номер восемь что такое 8 8 это выйти за пределы земного за пределы натурального до натуральный номер это 7 все происходит 7 это природа 8 это выйти за природу 8 это число которое дается вот эти три растений у нас будет третье оттенка зеленого до что-то более темное что-то более светлым 8 это выйти за пределы природы 8 это день когда на самом деле всевышний этот день когда новорожденному еврейскому ребенку совершает бритмилу да только быть мило бритмила это союзе это когда душа человека приходит в этот мир душа человека выбрала прийти в этот мир проходит 9 месяцев беременности и приходит потом в этот мир что происходит потом а а потом происходит то что что происходит то что человек проживает сильнее выстраивать структуру с миро да вот это 70 земных сферода и потом на восьмой день всевышний приходит к ребенку и говорит не думай я ты никогда не один вот ты пришел в этот мир а я с тобой всегда рядом и вот это вот вот это очень важная духовная вот эта часть найти восьмой день всевышний приходит и как бы снова заключает союз этот день когда от мальчики еврейские совершает бритмилу когда устанавливается в союзе когда всевышний приходит к это не думай ты не один я не отпустил тебя в этот мир и не ушел куда-то там без тебя ты со мной рядом а я с тобой рядом мы рядом друг с другом я всегда с тобой рядом и буду тебе помогать и вот это очень очень важно заметьте да что всевышний говорит что помнишь к мы друг с другом рядом и будем друг другу помогать мы с тобой самое главное то что мы с тобой это партнер Вот это самое главное, что понять, да, что Всевышний как бы заново повторяет, мы с тобой партнеры, человек с Всевышним это партнеры, да, выбирается душа, собирается идти в этот мир и договаривается с Всевышним, что приходит в этот мир, Всевышний объясняет, часть меня это ты, душа, а часть тебя это я, Всевышний. И в этом состоится весь смысл, да, что Всевышний это наш партнер, и вот это важно помнить, что мы всегда совершаем особый, как бы мы делаем договор со Всевышним, что мы, партнеры, моя радость, вот так вот, это очень-очень интересно, очень красиво. Да, вот так вот, я добавляю краски, прошу, я, наверное, вас сейчас оставлю, потому что, да, я добавляю краски, я люблю побыть одним, а, я хочу вам еще немножко рассказать о Симхат Тора, и Симхат Тора это особый праздник, это восьмой день, и когда Всевышний приходит, говорит, семь дней мы просидели, вы просидели в суке, мы установились, союз, мы установили связь, давай закрепим, опять-таки, видите, все идет, вот такой круг идет, идет какой-то договор, какие-то эманации, какие-то планы, и всегда в конце идет союз, печать, скрепление. Симхат Тора это когда печать и скрепление, и Симхат Тора символически это круг, это большой-большой круг, да, поэтому я даже сказала, что может даже правильно прорисовать было, что семь праотцов приходят в виде круга, потому что в конце Симхат Тора это скрепление этого круга, когда Всевышний говорит, мы закрепляем с тобой договор, круг символизирует, потому что, кстати, на Симхат Тора в этом есть мысль, что танцуют в виде круга, берут в руке свитки Торы и ходят по кругу и танцуют. Это день, когда заканчивают читать последнюю главу Торы, и потом сразу же, не прерываясь, начинают читать первую главу Торы, символизируют, что чтение Тора это круг, как круг жизни. Это круг жизни. Начать, закончить читать Тору, начать, закончить читать Тору. То есть закончить читать Тору и начать читать Тору. Это круг жизни Такова жизнь Мы что-то одно заканчиваем Потом что-то новое начинаем Жизнь это непрерванный круг И это очень важно Все танцуем И танцуют знаете сколько раз? Семь раз Круг совершают Со свитком Торы Очень-очень красиво Еще Когда они делают круг Внутри держат свитки Торы Они держат именно внутри круга Это показывает что от свиток Торы идет как бы свет И она озаряет нашу жизнь Это очень прекрасный праздник И еще очень важно Мы не будем это делать конечно сегодня Но в тот последний день Семхат Тора Есть особая молитва Которую надо просить Особая молитва Которую просим мы Эта молитва называется Молитва на дождь После Суккоты Семхат Торы Я вас кстати предлагаю Со мной порисовать Алгоритм нейрографики Который называется Благословение на дождь Да Оригинально на самом деле Название алгоритма В оригинале идет шаманский дождь Но мы в юдаизме У нас не принято Называть что-либо шаманским Потому что мы считаем Что все идет от всевышнего Не от человека Шаманский дождь Тут идет ударение на слово шаман То есть какому-то человеку Дано какая-то власть Что он дает дождь На самом деле не человек дает дождь А дождь дает всевышний Я вас хочу пригласить На этот прекрасный алгоритм Он очень великолепен На самом деле Очень интересен Там очень много чего Можно прорисовать Всяких интересных ресурсов И очень важно понять Что мы с вами сможем Прорисовать этот алгоритм И принести важные ресурсы В свою жизнь Все, вот на этом Я с вами сейчас прерываюсь Я с вами потом в конце Еще раз соединюсь И покажу вам Концовку моей картины Приятного вам Рисования, дорисования И введения цвета Увидимся скоро Вот я вам хочу показать Мой законченный рисунок Вот она, наша прекрасная сука Со всеми атрибутами Вот серебряным блестящим цветом Я нанесла Вот такие линии поля Это то, что делается В конце нашего алгоритма Есть определенные шаги Алгоритмы Как рисовать нейрографику Если вам интересно И вы не знаете Пожалуйста Я вас приглашаю На мои уроки нейрографики И получить сертификат Пользователю нейрографики Где вы получите все азы Все главные знания Которые вам необходимы Все шаги алгоритма И все остальное Все, что вам надо знать Что такое нейрографика Как его рисовать И зачем она нужна Приглашаем вас И поздравляю вас С праздником Суккот С прекрасным праздником Пусть у вас всегда Вам сопутствует радость И счастье Семха Чтобы у вас праздник Приходил по Семхам Вот такой у нас Прекрасный появился сука Поздравляю вас И с праздником Субтитры создавал DimaTorzok